Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Витарган 177. Сегодня у нас на обзоре будет Лада 4х4. Автором данного мода, мастерской ModRunner является Хэвич. Ну что я могу сказать по данному моду? В целом достаточно очень симпатичная машинка, достаточно большое количество аддонов. По проходимости мод на самом деле очень даже неплох с собой. Безусловно мы сейчас все это дело, ребята, обкатаем, прокатаем и так далее. Почему я говорю своими словами, не читая описание? Да потому что его, ребят, нет. Вот, ну единственное, что я могу сказать, действительно огромное количество аддонов. И действительно автомобиль хорош с собой. Поэтому, ребят, поэтому усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Итак, друзья, ну что ж, давайте, наверное, приступим, приступим к обзорчику данной Нивы. Нива, ну как Нива, это Лада 2121. Я думаю, почему не Нива? Ну, потому что, ребят, Ниву уже давным-давно продали. Еще тогда, когда Шевроле Нива вышла, так скажем, да. То есть вот именно с тех самых пор Нива была продана. Так таковой марки Нива у нас не существует. У нас есть Лада 4х4. Именно эта Лада 4х4 у нас сегодня будет на обзоре. Что я хочу сказать по поводу внешности автомобиля. Ну, вообще все прикольно. Вообще, на самом деле, сделано классно. Регион 178. Автор из Питера. То есть все как положено, да. То есть, в принципе, без каких-либо нареканий автомобиль выполнен. На самом деле, очень даже неплохо. Откуда, чего и как это все выросло, я не знаю. Я буквально сегодня зашел в мастерскую Модранер. И, собственно говоря, там этот автомобиль заметил. Салон. Ну, салон. Салон, в принципе, достаточно очень даже неплохой. Я впервые, кстати, в салоне. Не знаю, на какой хрен эту табличку сюда автор впендюрил. Она смотрится не очень красиво на самом деле. То есть, автор решил... Блин, ну на самом деле. То есть, видите, идет у нас стандартная, так скажем, стрелка километров в час, да. То есть, стрелка спидометра, да. Вот она у нас где-то там. Вот. И автор решил таким вот образом совместить приятное с полезным. Вот. Но, честно говоря, смотрится так себе. Лучше бы ее вообще, наверное, не было. Или была бы она где-нибудь, не знаю, там где-нибудь наверху и какая-нибудь маленькая. Вот. Было бы вообще лучше, мне кажется. Все это лучше смотрелось. Безусловно, анимация руля присутствует, да. О зеркалах мы пока что не думаем. Выглянуть из автомобиля мы почему-то не можем. Реально, мы не можем выглянуть из автомобиля. Как это так это? Почему это оно так это сделано? Почему мы не можем выглянуть из автомобиля? Почему так оно получилось? Я не знаю. Это надо еще умудриться, по-моему, так сделать. Ну, сзади тоже достаточно все неплохо смотрится. Можем, да, там, ну, вот впереди, если сидим, мы можем... Слушайте, и камера не приближает. Да что это такое-то? Вообще, что это? Такое ощущение, как будто это вообще с какой-то древней версией автомобиль, и ничего здесь, новшеств никаких не прописано. Как так-то? В принципе, это все делается на автомате. Банально достаточно мод засунуть было в редактор, перезалить его, и все эти новшества, они бы появились. Я не знаю, ну, почему-то этого нет, не знаю, на чем, как, блин, ну, почему? Ну, почему не работает приближение? Вот я колесико вращаю, нифига не приближать, не отдалять, и из кабины мы высунуться не можем, как обычно. Ну, блин, ну, да ладно. Ну, да ладно, заводим мы с вами машинку. Ну, звук, на самом деле, очень схож именно с Нивским звуком. Вот, но также я могу еще сказать, что данный звук я уже где-то когда-то встречал. Ну, реально, да. Не знаю, на каком моде, не могу, боюсь ошибиться, не буду делать никаких предложений. Звук классный, короче говоря. Присутствуют, ребят, анимации. Открывается задняя дверь багажника, да, то есть третья дверь, так скажем, у нас открывается. Выглядит все достаточно очень даже неплохо. Ну, и, наверное, давайте посмотрим, как оно вообще выглядит все это дело ночью. Значит, при том, как у нас ночь наступает, у нас что происходит? У нас загораются габаритные огни в подпарниках. Также у нас ни хрена больше ничего не загорается. Рабочий стоп-сигнал, рабочий задний ход. Кстати, ну, можно было добавить габаритные огни также еще и в задние фары, да. То есть, ну, было бы, наверное, как-то более прикольно. По роботу способности ближнего света фар. Светит даль, по принципу, ночью не заблудишься. Свет у фар такой, знаете, прям ядрёно-жёлтый какой-то такой, знаете ли, даже. Ну, не знаю, почему он такой ядрёно-жёлтый, потому что, в принципе, если это Lada 4 на 4, то, в принципе, фары сейчас такие, что они больше в белизну отдают, даже если они не ксеноновые, вот. Тем не менее, они отдают больше в белизну, вот. Ну, здесь прям жёлтый, как будто это, знаете ли, с приветом из СССР, но нивка у нас не с приветом из СССР, на самом деле, потому что о чём свидетельствуют задние фары, да. То есть, горизонтальные фары это с приветом из СССР, вот, вертикальные фары это уже не с приветом из СССР. То есть, ну, как-то так. Вот, давайте. О, а днём так это вообще, ребят, ну, просто желтки какие-то, я не знаю, они фары. Ну, ладно, давайте выключим. По аддонам, ребят, аддонов, на самом деле, немеряное количество, просто огромное количество. Я, честно говоря, даже не знаю, за что, честно говоря, хвататься. Даже то, что не видно, то ставится. О чём я говорю сейчас? Давайте я сейчас, наверное, даже продемонстрирую, имея волшебную свободную камеру. Как этот аддон автор вообще сюда запендюрил, я, честно говоря... Ну, там ноги у нас, кстати, вон, смотрите, да? Где-то районе вакуумника ноги торчат. Вот, то есть сейчас мы видим, да, что здесь ничего нет. Включаем, значит, с вами эту самую. Бэкап Виккл. Опять направляемся в автомобиль. И волшебным образом у нас здесь появляется запаска, ребят. Как автор её сюда прописывал? Ну, опять же, наверное, с помощью свободной камеры. То есть прописать-то не проблема. Её грамотно нужно было разместить. Вот, разместить вот капотом, который не открывается, ну, наверное, это, сами понимаете, да, такое себе. Вот, но, тем не менее, он справился с этим. Мне кажется, вообще, в принципе, в принципе, достаточно большое количество аддонов, которых не видно. Потому что Body Doors Hands Black. Body Doors, ну, что-то связано с дверями. Это у нас топудово, ребят. А что тут Body Doors Hands Black? Вот что-то... А, стоп, подождите. Ручки дверные, что ли, у нас чёрные стали, или чё? Да, ручки чёрные дверные у нас стали, ребята. Ну, это прям... Ну, не знаю, стоит ли вообще отсцентрировать особо какое-то повышенное внимание на такого рода аддоны. Ну, не знаю. Body Extension. Body Extension. Это у нас расширители арок. Вот, также есть Extension Extreme. Вот такие расширители арок красного цвета. Знаете, у чего не хватает этой ниви? Вот смены колёс. Вот реально, вот вроде как в SnowRunner обещают смену колёс. Вот, я думаю, многие возликуют, восторжествуют, и будут, собственно говоря, до безумия этому рады. Особенно мододелы. Вот. Значит, ну, классно, да, как бы расширители арок. Но на стоковых шинах расширители арок, знаете ли, ну, блин, ну, опять же, такой... Вот. Дальше Body Front Black. Да, то есть мы можем с вами поставить решётку радиатора, да, то есть, кстати говоря, вентиляторы вот эти охлаждающие... Ты куда покатилась? Вот, радиаторы вот эти охлаждающие начинают вращаться на тот момент, когда мы заводим с вами автомобиль. То есть это тоже, кстати, фича ModRunner, то есть, ну, реально классно. Вот, по поводу далее. По поводу далее, это у нас, значит, хохоряшки всяких в багажник. Ну, для этого нам нужен с вами, собственно говоря, сам багажник всё поставить. Вот. Bonnet Cover. Это что у нас? Это у нас мухобойка. Мухобойка на капот. Дальше у нас идёт Boot. Это у нас багажник на крышу с приветом из СССР. Потом Adventure багажник. Вот такой вот у нас багажник. Потом Expedition багажник. Вот такой у нас багажник. И, собственно говоря, для того, чтобы поставить всевозможные вот эти хохоряшки в багажник, нам потребуется Boot Expedition. То есть багажник для экспедиции. Вот. Также у нас ставится бампер Front. Идёт этот бампер вместе с ПТФ. Ночью это выглядит вот таким вот образом. Светит и светит как бы. Ну, сами понимаете, вдали оно никуда не светит. Так чисто под автомобилем. Вот. Такой бамперок. Сори, я не туда жамкнул. Бампер у нас а-ля стоковый. Потом такой вот у нас black пластиковый бампер Custom. Это у нас такая банально труба ставится. Потом Power. То есть это у нас а-ля с лебёдкой. Потом у нас UAS Style. UAS Style. Уазовский стиль. Вот. Ну, короче, тут бамперов хоть... Urban бампера, ребят, у нас также ставится. Безусловно, они приобретаются не только спереди, но также и сзади. Но смотрятся они, честно говоря, вот здесь как на коровье седло. Не знаю, в жизни оно тоже так же убого смотрится? Или здесь что-то с размером бамперов не так? Что-то они какие-то здоровые, по-моему, по сравнению с самым... ...автомобилем и смотрится как-то немножечко не совсем прикольно. Вот. Что мы там? Где мы там сами остановились? Газ. Газ, ребят, это у нас что? Это у нас куда-то что-то засуловывается. По-любое. Давайте мы с вами, наверное, откроем заднюю дверь. И, собственно говоря... А, да. Баллонный газ, ребят. 60 литров, да? То есть у нас ГБО устанавливается. Тин. Глэстин. Что это такое? А, это тонировка. Ребят, это тонировка. У нас глэстин, это у нас тонировка. Вот. Далее у нас гриль. То есть гриль это у нас решетка радиатора, по идее, да? Или что это? А, это, ребят, пошли аддоны, которые не ставятся. Не знаю. Они а-ля прописаны в машине, но классы не соответствуют названию. Я так предполагаю. То есть, в принципе, это, грубо говоря, эти аддоны все они у нас тут есть, стоят. Но они прописаны по-другому. А эти аддоны прописаны как-то иначе. И мы их видим, но в этом списке, так скажем, в гараже. Но они не ставятся. То есть это, по большему счету, все аддоны есть. Да, на автомобиле только они называются по-другому. То есть, даже если вы вот эту вот портянку вот увидите, вот, не пугайтесь. Не думайте, что вас автор обманул. Нет, тут это все имеется. Там гриль с кастом, фигастом. То есть все это здесь ставится. Вот, ладно. Поехали дальше. Значит, гриль, так, это не ставится. Urban, Hatch. Это у нас что мы, Hatch поставили? Или Hatch? Что это? А, это, ребят, у нас Farquop устанавливается годненько. Так, далее у нас устанавливается Logo Rare. Logo. Куда ты ставишься, Logo? Logo, ты куда ставишься? Закройте дверь. Дует. Logo. Блин, я Logo Rare. Сзади, что ли? Ага, точно, вот оно, да. Logo, вот оно сзади. Вот Logo, вот это Lada появляется. Lada, да, вот, если вы понимаете. Вот, далее у нас... Давайте снимем пока это Lada. Lader. Lader. Это что у нас? Lader. Lader. Что-то мне вообще слово такое ни разу не знакомо. А, лесенка, ребят. Слушайте, а как это вообще будет работать в тандеме с функционалом? А, лесенка поднимается, ребят, огонь. То есть, все аккуратно прописано к кости именно третьей двери. То есть, все грамотно. Молодец, автор. Респектую. Так, далее у нас, ребят, идет Let's Bear. Let's Bear. Let's Bear, let's bear, let's bear, let's bar. Бар, бар, бар. Бар, ребят, что-то бар, это вообще что-то такое до ужаса мне знакомое. Вот, но, честно говоря, что-то как-то вспомнить не могу. Не могу, что это такое бар. Let's Bar. Let's Bar, блин, вот честно, вот прям... Что мы поставили? А-а-а-а. Вот она что, ребят, вот она, она люстра. Это у нас Let's Bar, это у нас люстра, я понял вас. Так, снимаем люстру, не хочу люстру. Вот такая люстра, ребят, присутствует, но она ставится на другой. Я не буду, давайте, я не буду. Да, шноркели устанавливаются. То есть, делается такой форшмач-мобиль. Тюнинг-боди, то есть, это у нас порожки, накладки, появляются всевозможные. Вот так, на капот у нас тут вот это, да? То есть, все у нас здесь как бы форшмачное такое, с накладочками, фигадочками. У вас карт, да? То есть, у нас сцепляться будет прицеп. Сейчас я, кстати, проверю, как он грузится. Четыре очка гаража, вот такой прицеп, ребята, понимаете ли, да? Четыре очка гаража, вот за такой прицеп. Слушай, а дверь не закроется теперь? Закроется, нормально. Так, вы не подумайте, она не просила, она куда-то просто утонула в грунт почему-то. У нее как-то колеса вот так прям, не колеса проминаются, а они прям проваливаются куда-то. Такое ощущение, как будто они, прописка у них очень узенькая такая прописка, прям вот они узенькие, что они же проваливаются нахуй куда-то. Вот, давайте посмотрим. Ну, чисто приколы ради, знаете, это, конечно, не принципиально, но хочу залезть. Нет, порожнячок тут. Вот, ну, в целом, ребят, смотрится даже вот в таком соотношении достаточно очень неплохо автомобиль, я хочу вам сказать. Вот, поэтому продолжаем дальше с вами разговор. Устанавливается лебедка. Ну, для установки данной лебедки нам потребуется какой-нибудь там вот такой бампер, да? То есть, можем теперь мы с вами поставить вот такой прицеп, поставить люстру, я не хотел люстру, потом лейдер давайте, ну-ка, ремки там будет. Лого пускай ставится тоже, грилька, урбан, гриль урбан. Что-то я опять гриль урбан. А, это то, что у нас не ставится, ребят. Я понял вас. Ага, ага, я понял, да. Вот. Ну, вот, ну, тонировку мы поставили с вами сейчас. Ну, в принципе, ребят, все вроде как. А, можно еще один бампер поставить. То есть, вот так вот это все можно сделать. Вот такой, ребят, фаршмач-мобиль... Не, люстру я сказал не буду. Вот, вот такой, ребят, у нас фаршмач-мобиль получился. Давайте попробуем загрузиться. Ну, теоретически он должен грузиться, а в противном случае смысла в нем нет. Давайте загрузимся. Посмотрим, что оно и как. Вас. Два очка. Ну, там какие-то блоки у нас закинулись. Ну, в принципе, неплохо. Два очка, в принципе. Ну, вообще, по сути, тут оно, сами понимаете, да, максимум одно очко. Но здесь автор два. Ну, так-то и прицепчик с тентом. Там тоже далеко не четыре очка гаража. Вот, ну, как бы... Ой, а куда это оно все улетело-то? Японское-то городовое. А где же ты грузишься? И как, скажи мне, автор, пожалуйста, как меня вот это вот сюда вот-то засунуть? Ну, неужели было трудно сделать арену побольше? Ну, можно же было предположить, что даже короткие бревна, они куда больше, чем вот этот прицеп. Блин, ну, автор, ну, автор, ну, как же грузиться-то в симуляторе? Не, ну, давайте попробуем, да? Конечно же, мы, безусловно, сейчас попробуем. Я как бы не этого, я не хочу никого никогда обижать, но я все, безусловно, это буду экспериментировать. Итак, ребят, я заспавнил автомобиль, Камазик 4310. Вот, и сейчас, собственно говоря, чтобы уж, как говорится, не говорить ничего лишнего, проверим, как эта машина будет грузиться. Вот, значит, грузимся мы с вами следующим образом. Безусловно, манипулятором, блин, мне эту кнопку нажал. Так, сгрузимся, кладем бревно номер один. Бревно номер один у нас, так скажем, пошло. Ну, как-то оно далеко пошло, по-моему, надо как-то немножечко вот так вот, что ли, чтобы второе бревно еще мы могли с вами положить, да? Да, ювелирная работа, буквально, ребят, ювелирная. Ну, вообще можно было, конечно, сделать арену побольше, реально, чтобы вот этой ювелирностью вот это не заниматься. Вот, ну, почему-то вот автор сделал как-то вот так вот, чтобы было такое своеобразное чувство. Ну, я даже не знаю, какое это чувство, как его назвать. Чувство, чувство. О, смотрите, положилось. Смотрите, как грамотно все положилось у меня. Прям, знаете ли, что называется, не пропьешь, да? Смотрим. Хрен, ребят, на руль. То есть, в принципе, в режиме симулятор автомобиль у нас загрузиться не способен. Не, единственное, знаете, что я могу попробовать. Так, это не то. Борт. Борт. Фут, это что у нас? Слушайте, а может быть, оно открывается все, и спереди, и сзади, и тогда бревна надо положить? Ну, давайте я попробую. Да, попробую, потому что сейчас могут просто-напросто бревна мешать анимации сработать. Ну, вот, давайте бревна уберем в таком случае. Ну, как-то так, да? Вот. Давайте еще раз попробую я сесть во Владу. В Владу. А, вот, да. А вот это где что открывается, я еще понять не могу. Что за функционал срабатывает? Я, честно говоря, чуть не догоняю малинку. Ну, с бортом все понятно, борт это все понятно, а фут? Ну, а что за анимация-то, фут? Блин, ну, ну, давайте попробую с открытым бортом положить, загрузится он в симуляторе или нет. То есть мы как бы имитируем сейчас погрузку в режиме симулятор. То есть теоретически где-то вот как-то вот так вот. Примерно вот в этом месте у нас арена. Ох, ёп твою мать, кран застрял. Так, пересаживаемся. Ну, по идее метки у нас там. Ну, да, естественно, ребят, мы должны понимать, что арена вообще очень маленькая. Я не знаю, что сюда должно класться. Но грузиться мы, к сожалению, не можем. Нужно еще два написано. Ну, естественно, арена очень маленькая. Я не знаю почему. Надо сделать было вот такую-то арену. Там одну арену вот здесь вот, например, вот такой вот кубик. Вторую арену вот здесь вот там, второй кубик. Можно было вообще одну арену сделать вот такую большую, да? Чтобы проблем никаких не было при погрузке. Мало того, что действительно работа достаточно очень ювелирная, с которой я, в принципе, справился, да? Но, тем не менее, загрузиться в режиме симулятор мы не смогли. Вот. Ну, печально. На самом деле печально. Но, тем не менее, что имеем, то и ждем. Поэтому, ребят, давайте мы с вами прокатимся. Посмотрим, как оно будет все это дело выглядеть, что называется. На просторах полигона. Куда бы я съездил бы? Куда бы я съездил бы? Честно говоря, я бы, наверное, знаете ли, съездил бы куда-нибудь... О, точно! Слушайте, то, где я, по-моему, еще ни разу не записывал обзоры. То есть, я поеду сейчас, прокачусь по горным дорогам. То есть, у меня на полигоне есть горные дороги. Делал я их специально для того, чтобы тестировать джипы. Вот. К сожалению, у меня так ни разу ни черта у меня не выходило. Ну, как-то так сложилось, что на джипы я так таковые обзоры еще не записывал. Ну, то буханка у меня вот недавно была. А так сойдет, да? Вот. А, в принципе, по большему счету, на джипы я уже вообще забыл, когда последний раз обзоры записывал. Вот. Можно заправить 60 литров. Это у нас газовый баллон, который у нас лежит в багажнике, да? Присутствует ли анимация топлива в этом самом баллоне? По-моему, нет. Ну, давайте я сейчас с локации съеду, с заправки, и мы с вами посмотрим, присутствует ли у нас какая-то... Не, ну вот я сейчас максимально приблизил камеру. Я не вижу никаких анимаций. В принципе, я никогда на это не агрежусь, хоть там и, как бы, это фишка игры Модранер. Ну, да меня это посрать, честно говоря, на эту анимацию. Вот. Уезжаем мы с вами, значит, с полигона... Ох ты, ех ты, твою мать. Вот. Уезжаем мы с вами с полигона, поворачиваем вот сюда налево. Вот. И погнали. Здесь у нас будет, правда, такой достаточно очень, такой коварный кусок. А, вот здесь вот у меня тоже косяк, который я забываю исправить. Кстати, недавно обновлял полигон. Вот. И все как-то что-то у меня... Забыл я, короче, про эту хрень. То, что у меня здесь косяк, у меня на асфальте экструдос лежит. Здесь у меня трава растет. Много чего поправил, но, блин, вот это вот я забыл. Ну, как так я здесь... Вот здесь тоже у нас экструдос лежит. Охренеть, да? Вот это да. Вот это я криворудкий кривожок. Ну, да ладно. Вот, едем. Короче говоря, мы с вами... Хватит уже экструдосить, ёптвои. Ну, все, вроде бы закончился, ребят, здесь экструдос. Больше его, кажется, не будет. Вот. Едем мы с вами в американский городок. В американском городке у меня как раз-таки там вот это вот испытание для джипов. Вот. По-моему, вот она, вот эта гора начинается. Ну, можно и с этой стороны заехать. Как бы это вообще не проблема ни разу. Вот. Давайте мы вот сюда вот сейчас с вами поворачиваем. Здесь как бы так такового официального заезда нет. Вот. Официальный заезд, он как бы с другой стороны. Здесь по большему счету выезд. Ну, как бы. Вот. Но мы здесь заедем. Так. Ну, пока что вроде бы неплохо. Он демонстрирует свою проходимость. Здесь, потому что у нас сзади груз, ребят. Мы едем все-таки не порожняком. Мы едем с прицепом. Давайте посмотрим, насколько далеко мы вообще с вами сможем уехать. Знаете, что-то мне кажется, камера какая-то здесь все-таки галиматью какой-то, а не камера, честно говоря. Какая-то она как будто вот не к тому привязана. Ой-ой-ой, как мы шкрябаемся прицепом-то. Японский-то городовой. Ну, честно, у меня возникает желание вообще его отцепить. Потому что здесь будет очень ухабисто. А мы здесь им шоркаем, мама родная прям. Пипец, как сильно шоркаем прицепом. Да и не только прицепом, по-моему, мы шоркаем. Такое ощущение, как будто брызговики шоркают не меньше. Блин, и клювом, и смотрите сейчас как. Ох, ёб твою мать. Ну, благо без дамага, да? То есть, хоть оно вроде как бы так все и шоркается, но без дамага. Ну, тяжко, тяжко, Нифки. Я ничего не могу сказать. С прицепом ей тяжко. Давайте, наверное, все-таки я отцеплю прицеп. И попробуем проехать без прицепа. Ну, что-то прямо, честно говоря, изнасилование автомобиля с этим прицепом. Давай, 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 родная, давай. На второй передаче, ребят, мы с вами здесь пытаемся проехать. Дорожка, на самом деле, такая, ну, коварненькая, я хочу сказать. То есть, мало того, что здесь спуски, подъемы, так еще и плюс ко всему сама по себе дорога. Она такая из разряда ушатайка. Вау, 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 вау. Ух ты, ёп ты, как же. Ой, все, что-то мы в клюву воткнулись. Блин, ну, что-то прям... Клюв у нее, CDT-шка, она как-то прям CDT-шная какая-то. У нее очень низко. Очень низко. Ну, можно было все-таки поднять, малеха, CDT-шку. Ну, все-таки это игра, ребят. Ну, не надо вот так вот каркорить. Тем более, это внедорожник. А из внедорожника мы с вами превращаем автомобиль в какой-то, я не знаю, обыкновенный седан, там, я не знаю, моноприводный. Вот, ну, блин, можно было все-таки сделать как бы так, чтобы все-таки автомобиль не ехал по неровностям всевозможным. Все-таки как-то более эффектно. А для эффектности надо было CDT-шку приподнять все-таки. Вот, не знаю. О, блин, смотрите, у нас вертикально. Вывешиваю. Практически вывесили мы с вами машину. Смотрите. Класс, да? Блин, класс. Ну, и на самом деле. Диагоналочка. Диагоналочка это называется, ребят. Диагональное вывешивание. Так, едем дальше. Ну, блин, тяжело идет она, хочу сказать. Ну, вот без преувеличения. Реально, тяжело ей. Здесь же такой достаточно очень крутой спуск. Вообще, я вот эту дорожку, ребят, я тестировал на... Блин, я не помню. Короче, на джипике каком-то, ну, дефолтном иностранном джипике. Я не помню, на каком именно. Вот. Не то на Форде, не то на Шевроле. Я, честно, ну, не на Хаммере. Это точно как бы не на Хаммере. Вот. Блин, ну, здесь грязи вообще, ребят, нет. Реально грязи нет. Ну, только вода. И как бы вот Нивка, она здесь реально уже прикуривать начинает. Даже вот в воде банально. Ну, ешкин, матрешки. Ну, тяжело ей. Прямо она клюет везде и всюду. Прямо какие-то незначительные там эти самые спуски, подъемы. Да, то есть чуть-чуть стоит буквально ей воткнуться там носом либо задницей. И сразу она тормозит, не едет. Ей вообще очень тяжело. А если мы будем преодолевать все эти препятствия на более высоких скоростях, мы будем получать урон, я, наверное, так предполагаю. Вот я сейчас воткнул третью передачу. Кстати, тянет на третью, я хочу сказать. Тянет вот так вот, ребят. Вот видите, они к чему приводят эти большие скоростя. К сожалению, ну, как-то вот, ну, не совсем оно, конечно, хорошо у нас. Все у нас здесь получилось. Смотрите, убился на 97 урона. Блин, машина у меня вообще, короче, кончилась практически. Давайте, знаете, что мы с вами сейчас сделаем? Давайте у нас своеобразная будет небольшая РПшечка. Типа, знаете ли, у нас тут стоит на территории машинка. Там какой-нибудь, ну, не знаю, давайте Ford F-150, да? Нет, Ford не хочу. Нет, давайте какой-нибудь, GMC. Нет, GMC это вообще грузовик и моноприводный. На хер он нам нужен, да? Chevrolet Bizon K-Blazer. О, K-Blazer, давай. Ой, чуть-чуть, я не туда его поставил. Ну, да ладно, давайте мы вот этого Chevrolet возьмем. Вот, и, собственно говоря, давайте посмотрим, как Chevrolet справится с этой дорогой. Давайте тоже поставим на него бампер, дополнительные фары, запасное колесо, запас топлива, малый прицеп, ремонтный прицеп. Ну, это ладно, этот прицеп мы ставить не будем, хрен бы с ними. Вот, и, собственно говоря, отправимся. Отправимся на выручку нашей Нивки. Попробуем ее все-таки поставить на колеса. Нажмем кнопочку поп... Ну, давайте немножечко сократим путь, не будем мы прямо вот оттуда заезжать, где Нивка у нас заехала. В принципе, и так все ясно... Ой, что-то у меня фрезануло. И так все, в принципе, ясно-понятно. Но-но-но-но-но-но-но-но-но, ты давай не того и не на этого. Ну, безусловно, конечно же, да. Все-таки это Шевроле, ребят, это не Нива. Конечно, может быть, даже отчасти сравнивать это глупо. Вот, но все равно, это также мы не забываем, что это все-таки, ребят, у нас игра. Да, то есть игра и автомобили должны быть играбельны. Если автомобиль претендует на звание полноприводного джипа, то я так и думаю, я так думаю, что он должен и ехать как полноприводный джип, а не как какой-нибудь там ущерб мобиль. Ну, вот сами посудите, сами смотрите, ребят, что Шевроле, да, на Шевроле он едет гораздо бодрее. Да, он там что-то куда-то тычется, да, но он, тем не менее, едет гораздо бодрее, реально. Это дефолт, понимаете, это дефолт. Вот, а я считаю, все-таки моды должны быть немножечко, а не все-таки как бы этого, попроходимее, нежели дефолт, потому что все-таки это мод. Мы рассчитываем от мода немножечко больше, чем от дефолта, скачивая его. Если вы со мной согласны, лайк, пожалуйста. И, ребят, я не против, я всегда только за. Ну, вот примерно вот плюс-минус я вот на этой машине... Ну, вот сами прикидывайте, да, то, насколько быстро мы с вами добрались на Шевроле до Нивы, да, и то, как долго мы до этого места ехали на самой Ниве. То есть, ну, разница колоссальная, я считаю, реально колоссальная разница. Точек зацепа хоть жопой жуй. Поэтому мы с вами берем и, собственно говоря, автомобиль переворачиваем. Вот, переворачиваем. Используем всевозможные ремонтные части, которых нам, к сожалению, не хватает. Дополняя ремонтные части, которые у нас, кстати, есть... Ой, зачем я кнопку обновить нажал? Вот это я зря сделал, конечно. Вот, ремонтные части. Ну, в Нивке, на самом деле, очень много ремонтных частей. В принципе, в Нивке более чем хватило бы для того, чтобы машину одушевить. Вот, конечно, в этом плане. В Шевроле у нас нервно курит в сторонке по сравнению и с Нивой. То есть, ремки, топлива у Нивки достаточно много. С учетом того, что она практически ни хера не жрет, когда едет. Ну вот, этих там 60 литров допа, плюс у нас 42 литра бак основной. Вот, соответственно, плюс, 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 102 литра. Вот, и это реально получается достаточно очень неплохо. Ладно, едем дальше, ребят. ПТАемся проехать. Давайте я опять все-таки включу третью передачу. Попробуем заехать на эту горку на третью передачу. Не, в целом, в целом, она тянет нормально. Я хочу сказать, что реально тянет она нормально. Вот, но... О, смотрите, как мы здесь с вами лихо проскакали-то везде, да? Слушайте, прям как будто после того, как она этого и самого, да, то есть, поломалась, она прям потом резко бац и оживилась. Так, давайте вот сюда мы с вами повернем. Вот сюда повернем. Так. И здесь у меня будет дорожка заброшенная, такая заброшенная-призаброшенная дорожка, типа заброшенная улица. Тут дома уже такие, знаете ли, из разряда уже потускневшие, заброшенные. Вот. Ну, прикольненько достаточно. Ну, здесь у нас уже имеются элементы грязи. Вот. Имеются элементы грязи. Насколько бодро она по этим элементам проедет, я пока что не знаю. Давайте будем пробовать. Вот так. Уровень нанесения урона водой тоже достаточно очень такой, вы знаете ли, близенький, да? То есть, низенький. Не так глубоко нам надо будет засандалиться, чтобы, в принципе, начать получать урон. Шноркель имеется, но так я предполагаю, что он достаточно такой нефункциональный. Реально шноркер нефункциональный. То есть, хоть мы его поставили, от этого лучше нам, к сожалению, не стало. Вот здесь вот, смотрите, достаточно очень глубокая лужица у нас, да? Давайте вот здесь еще попробуем. Во, 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 смотрите. Ну, уровень нанесения урона водой, ребят, на уровне лобового стекла. То есть, да, вот мы с вами видим, что вот оно, урон у нас летит. Вот мы, собственно говоря, плывем. Вода в автомобиль у нас попадает, да? То есть, у нас, я не пойму, есть ли он вообще кубки этот, я херово знаю, что-то я понять толком не могу. Вроде брызги на стеклах имеются, но при всем при этом вода в автомобиле тоже имеется. Странно как-то. Я не знаю, как автор так сделал. Ну, как-то вот так он сделал. Молодец, что ли, я не знаю. Потому что, сами понимаем, да? От того-то то, что у нас брызги на стеклах есть, это не значит, что вода не должна попадать в автомобиль. То есть, в принципе, в принципе, ребят, могу сказать только одно, что машина сделана в целом достаточно очень даже неплохо. Может быть, стоило бы ее доработать по части этого самого, как его там, ну, вот эти лишние аддоны убрать, да? Там с ЭДТшкой может как-то поработать. Ну, не знаю, но в целом, в целом, машинка классная, реально классная. Огромное количество аддонов, огромный функционал у автомобиля. Все это смотрится очень красиво, гармонично. А если эта машина перекочует сноурайнер, и еще у нее будет смена колес, так это вообще, вы знаете ли, цены этой машине не будет. Ну, вот, поэтому, как говорится, я желаю только какого-то дальнейшего развития этому автомобилю. Потому что, ну, бросать его вот прямо так вот на произвол судьбы, что называется, я бы, наверное, не стал бы. Вот, честно говоря, вот мне было бы эту машинку жалко взять вот так вот, там, вот ее и бросить, там, и, что называется, ничего дальше с ней не делать. Все-таки я бы поправил бы на месте автора всевозможные вот эти косячки, которые имеются на данный момент, о которых я упомянул. И, можно сказать, машина была бы просто супер-пупер. Вот, и, наверное, на этом можно смело закончить, ребят. Может быть, я не все показал, что вам хотелось бы, чтобы я показал. Вот, ну, мне кажется, классно. Хорошая машина. Хороший тест. По грязи покатались, аддоны посмотрели. Все вроде в целом работоспособно. И на этом, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok